Ну, наконец-то! Господи боже мой! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя. Да-да, тебя на моём канале. Сегодня я снимаю новое видео, и да, это будет опять переписка, я уверена, вы все по ним очень сильно скучали. Моих фейковых, да и не только фейковых аккаунтов развелось настолько много, что дошло вплоть до унитаза Карины Аракелян, да-да. Все так хотят, возможно, попасть в мои новые видео, именно поэтому я продолжу проверять подобные аккаунты и узнавать, кто за ними скрывается. Сегодня мы с вами разберём и попереписываемся, если же, конечно, я получу ответ с моим а-ля хакером, который говорит, что взламывал меня уже больше двух раз. Взламывал мой инстаграм, мои переписки, все мои социальные сети, знает, с кем я переписываюсь, знает мои личные фотографии, всю, в общем, информацию обо мне, поэтому я обещаю, что это видео будет суперинтересное, присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Давно я не снимала ролики на фоне вот этого чудесного камина, неоновой подсветочки. Вы все уже писали, Карин, ну когда ты в город? Вы соскучились по твоему старому фону. Давайте же с вами подробно разберём этот аккаунт после заставки. Но перед тем, как вы её увидите, я хочу сказать, чтобы вы обязательно подписывались на мой канал, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натакаться на мои видео ещё не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, никогда ничего не пропускать. Мой инстаграм вы, кстати, прямо сейчас тоже видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь, потому что там у меня проходят очень крутые конкурсы на айфон и на деньги. Кстати, недавно в моём конкурсе выиграла девочка, которая получает от меня айфон 11, я уже отнесла его на почту, отправила чудесный подарочек. Так что подписывайтесь, там много интересного, ставьте лайки, а мы наконец-то можем начинать. Давайте же рассмотрим аккаунт этого хакера. Именно этот аккаунт мне кидали все мои подписчики в директ, называется он хак2020ер. Как подписано, анонимус, самый умный хакер в России, знаю подробную информацию об Карине Аракелян, именно об Карине Аракелян. Взламывал её два раза эмодзи и читал переписки. Тут у нас всякие в актуальном доказательства. Аля, это правда, что ты знаешь всю информацию про Карину? Да, могу слить тебе личные переписки, стоимость 10 тысяч рублей, согласен? Ни хера себе 10 тысяч, всё нормально у человека с головой. Да, конечно, куда деньги кидать? Тут в номер какой-то карточки. Пришло? Да, с кем скинуть переписку? С её парнем давай. Слушайте, ребят, как бы я сама на это всё не повелась. Потому что меня пугают вот такие вот всякие взломщики. Дальше. Вот так вот, ребятки, скидываю сразу после оплаты любую переписку. И тут закрыто эмодзи. Офигеть. И там дальше скриншот а-ля, я не хочу тебя больше знать. Типа, это я писала, он с моего аккаунта якобы увидел эти сообщения. Господи, какая бредятина. Дальше фотографии. Тут подписано. Всего за 10 тысяч рублей солью вам любую информацию, любую переписку Карины. Дальше фотографии какого-то взлома или что это за фигня. Как иногда круто быть умным и продвинутым в технике. Могу взломать любую социальную сеть твоего неприятеля, а может даже и кумира. Какое лицо скрывается за этой маской в процессе дела? Ну слушайте, судя по аккаунту, возможно скрывается мальчик. Но почему-то мне кажется, что эти фотографии хакера были просто-напросто взяты из интернета. Мы попытаемся вывести его на чистую воду. Естественно, он будет требовать с меня деньги. Не знаю, переведу или не переведу. Вообще хер пойми, ответит он или нет. Но судя по тому, что у него в аккаунте, как вы можете наблюдать, есть какие-то сторис, то аккаунт активный. Но тут всего два подписчика и подписок вообще никаких. Я, кстати, сижу с другого аккаунта. Хочу, чтобы вы обратили на это внимание, потому что я не хочу писать со своего официального, чтобы все понимали, что как бы вот я Карина Аракелян, я ему пишу, это будет неинтересно. Пишу с левого аккаунта. Давайте же ему напишем. Никакие сообщения он мне не писал, естественно, потому что это другой аккаунт. Со своего официального я не смотрела, но сейчас все равно напишем. Привет, будем писать а-ля хотим узнать информацию о Карине. Слушай, а ты реально знаешь все о Карине? Я хочу увидеть все ее переписки. Ну, пока сообщения не читаются, естественно. Кстати, всегда, когда я снимаю переписки, ребят, приходится достаточно долгое время ждать. Почему? Потому что иногда аккаунты мне не отвечают и по два часа, и по три часа. Поэтому я готова, в принципе, к тому, что будет достаточно долгий ответ. Поэтому давайте подождем и напишем еще пару словечек. О, о, прочитал. Блин, такое ощущение, что все вот эти вот аккаунты знают, что я снимаю видео и всегда мне так быстро отвечают. Так, 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 печатают. У меня сразу внутри такое волнение, ребят, сердце колодится, потому что, ну, блин, это реально не по себе. Привет. Да, я довольно-таки популярный взломщик в России, ответили мне. Ого. Что ты знаешь о Карине? Ты реально ее взламывал? Вы не знакомы? Он написал мне какое-то эмодзи, поэтому взламываю всяких звезд и написал. Ну, слушай, тебе придется заплатить мне приличную сумму, чтобы узнать о ней что-то личное. Уже даже не первый раз взламываю. Слушайте, ну, в этот раз нам попался достаточно грамный, грамотный человек, который выставляет себя не за моего какого-то родственника, не за кого, а реально просто представился хакером, который меня взламывал. Тут гораздо легче, потому что, как я вижу, он взрослый, грамотный, и, в принципе, за ним может скрываться достаточно взрослый парень или же даже девушка. Незнакомы, она не знает, кто я, меня никто не знает. Я очень тщательно взламываю и не оставляю за собой следов. Хорошо, скажи, сколько стоит. Обычно вот такие вот аккаунты, ребят, пытаются выманить самое огромное количество бабок тупо ради того, чтобы потом обмануть или написать неправильную информацию. Как я вижу, он даже мои сообщения не торопится читать. Поэтому я надеюсь, что мне сейчас не зря идет стоимость, там, 50-100 тысяч рублей. Хотя, как написано, стоило у него это 10 тысяч. Вот он печатает, сейчас проверим. Слушайте, ну, 10 тысяч я еще готова перевести, потому что я делаю это ради вас, не хочу, чтобы вы на это все велись. 5 тысяч рублей тебя устроят? Ой, слушайте, нам даже повезло. Судя по аккаунту, я думала, что он потребует 10 тысяч, а тут он требует 5. Да, я хочу узнать все о Карине. По сравнению с другими взломщиками, которые обманывают, я честно все сливаю. Хорошо, я тебе, типа, поверю, ага. Мне просто, ребят, очень интересно, что вот подобные люди, которые скрываются за такими аккаунтами, могут сказать обо мне. Какие переписки они покажут, какие фотографии, что предъявят в конце концов, потому что, ну, так вести себя, это реально, ну, ненормально. Поэтому давайте сейчас узнаем. Жду номер, напишу. Номер карты, номер телефона, без разницы. Кстати, по номеру можно много чего пробить. Я постараюсь это сделать. Оплачивать будешь сразу или позже? Сейчас. Прямо сейчас, ребят, я переведу деньги этому странному, как написано, анонимусу. И узнаем мы вместе с вами, что же в конце концов он может обо мне такого интересного рассказать. Так, мне скинули номер карты и написали, после оплаты расскажу тебе трэш. Секунду. Так, мы сейчас с вами зайдем в Сбербанк, введем этот номер карты и переведем, соответственно, 5000 рублей. Я его перевела 5000 рублей. Знаете, что у нас было написано, ребят? Антон Андреевич. Очень приятно, Антон Андреевич. Спасибо тебе большое. Итак, у нас Антон Андреевич получил 5000 рублей. Я перевела. Отлично. Я жду информацию. Я скинула 5000 ему. Конечно же, очень жалко. Я не люблю вот так вот, знаете, просто переводить, кому попало деньги. Но все равно мне безумно интересно, что такое он сможет написать как бы обо мне. Поэтому давайте. Перед этим он мне написал. Каринина переписка с мамой, парнем и отцом. Я когда это увидела, был в недоумениях. Были даже некоторые вопросы к Карине. Ты готова это увидеть? Или готов? Да. То чувство, когда у тебя просто тупо фейковый аккаунт и непонятно, девочка ты или мальчик. Готов, напишу. Чтобы не спалиться, что я девочка. Никому это не показывай и не рассказывай. Увидишь, молчи. Хорошо. Я никому. Хочу знать все о ней. Это ее личные переписки, потому что... Ребята, хакера не волнует, что он тупо якобы меня взломал? И заявляет тем, кому он об этом сливает, что это личные переписки. Так кому нахера ты якобы взламывал? Типа, да, меня? В чем прикол? Что за идиотизм? Где логика у таких людей, которые пишут такую фигню? Господи, у меня просто слов нет. Ладно, давайте дождемся. Я уверена, наверняка сейчас придут какие-то странные фотографии. Мы с ними ознакомимся. Или на скриншоты. О, переписки. Это переписка с парнем. Я был в шоке. Зай, нам нужно поговорить. Это типа я пишу. В смысле, Карин, что такое? Ну, тут такое дело. Я же вчера была на вечеринке в клубе. Ты не говорила мне об этом. Извини, в общем, я тебе изменила. Что? Карина, ты пьяная, что ли? Какое изменило? Так, это у нас была переписка с парнем. Я тоже в шоке, если честно. Я не знаю, кто это писал, как и зачем. Но это не моя переписка. Я думаю, вы мне верите, ребята. У нас с Андрюшей все более-менее. Карина, ты пьяная, что ли? Какое изменило? Не может быть. Да, может. Я целовалась с другим парнем. Я тебе не верю. Пришли кто это? Хотя, знаешь, не надо. Я тебе тоже изменял. И не раз. Я не хочу тебя больше знать. Вот это и есть то самое сообщение. Я не хочу тебя знать. Которое мы видели как раз-таки вот в актуальных. Естественно, переписки подделанные. Я схожу за водичкой. Мне аж плохо стало. Итак, я тут. Тут дальше написано. Веришь в это или нет? И это еще цветочки. У меня есть скрины ее диалогов, где еще хуже ситуации троеточия. Буква Б. Что скажешь? Офигеть. Типа, я офигела от таких сообщений. Я в восторге. Я не верю, что реально. Карина целовалась с другим парнем на вечеринке. Ну как вообще такое возможно? Вот только по переписке понятно. По неподделанной, ребят. Это реально правда. Господи, ну и бредятина. Что еще сможешь скинуть? Я реально от нее в шоке. Я думал, она норм. Ну типа, я же от лица пацана переписываюсь там, да? Да вот, я тоже офигел. И еще офигеваюсь с других звезд. Интересненько их взламывать. Я, ребят, терпеть не могу вот такое. Ну понятно же, что человек все переписки подделал. Что все это неправдиво. Что все это, ну как бы подделано. И я ненавижу, когда так делают. Зачем это все подстраивать? Ради чего? Ну слушайте, хотя понятно ради чего. Я как бы уже перевела пять тысяч. Я уверена, кто-то другой верил ему. Хотя всего два подписчика, почитающие еще переписки. И конечно жесть. Я читал. Давай, я жду еще. Дальше фотка. Ты где была, Карина? Тебя всю ночь не было. Я так понимаю, это переписка а-ля с мамой. А, с отцом. Вот видите, он выше написал. Да, я была на тусовке. На какой еще тусовке? Ты будешь наказана, как придешь. Месяц без карманных денег. И до конца лета не выходить из дома. Я не хочу тебя слушать. Ты моя дочь. И ты будешь меня слушать. Пошел ты нафиг. Боже мой, ребят, вот мне, знаете, даже не то, чтобы весело. Мне уже реально не по себе. Люди же некоторые реально на это ведутся. И прикиньте, что обо мне могут подумать просто, когда вот такое скинут. Ну, как бы я бы в жизни не стала так разговаривать со своим папой. Второй скриншот. Извиняйся передо мной. Еще чего. Лучше бы у меня были другие родители. Я не хочу вас знать. Вы не разрешаете мне ходить на тусовки ночью. Наказана. Переписка с отцом. Еще хуже. Мда уж. Просто без комментариев. Блин. Ребят, я даже не знаю, что на это ответить. Тьфу, ответить. У меня аж язык заплетается. Я не знаю даже, как можно дальше продолжать диалог с такими людьми. Кидай все на Карину. Давайте просто посмотрим, что этот чудесный хакер, который все подделывает от и до, может еще на меня скинуть. Я просто сижу в шоке. Вот у меня спросил, что скажешь по этому поводу. Так ему и отвечу. Потому что я реально сижу в шоке. Я не знаю даже, что вот на это ответить как бы. Сейчас посмотрим, что он еще в принципе может скинуть на меня. Ну, мне очень неприятно, ребят, как бы вот такое вот читать, наблюдать за таким. Я уверена, вы сейчас понимаете меня, понимаете, как я себя чувствую. Потому что, как бы, я достаточно медийная личность, да, в плане Ютьюба. У меня достаточно большая аудитория, и некоторые же реально на это ведутся. Я рада, что я все-таки придумала, как бы, вот такую вот рубрику, переписки. Хотя, фиг его знает. Если бы, возможно, не было этих рубрик, то и аккаунтов бы было гораздо меньше. Но в любом случае, это как-никак урок, и вам очень нравится смотреть подобные видео. Так, хакер мне написал уже много сообщений. В скором времени буду еще ее взламывать. И уже, думаю, телефонные звонки. Сейчас скину ее переписку с мамой. Там просто тушите свет просто. Господи, боже мой. Так, нам прилетает фотография. Типа, я пишу мамы, она отвечает, чего такого? Точнее, чего такое? Я, кажется, беременна. Чего? Доча, ты в своем уме вообще? Мама, ну ты чего начинаешь? Мы сделаем аборт, если что. Какой аборт? Ты адекватный, я тебя убью. Я тогда сбегу из дома, и вы меня никогда не увидите. А ну-ка, бегом домой, тебя ждет серьезный разговор. Ты в это веришь? Дальше он спрашивает. Верю. Напишу. Я так и знал, что она такая. Кстати, взламывать ее собираюсь на этой неделе. Можешь обращаться за новым сливом, а-ля. Господи, ну переписки все просто поделаны от и до, и вот так писать. Знаете, внутри, ребят, просто неприятно. Чуть ли не плакать охота, потому что, ну зачем себя так вести? Ну это правда ужасно. Что еще можешь показать? О боже мой. Хотя знаешь что? Это надо слить всем. Да, я могу тебе помочь. Мне интересно тупо, как отреагирует хакер на то, что я ему потом отправлю видосы своим лицом. Удалится ли аккаунт? Потому что многие очень сильно пугаются и потом удаляют аккаунты. Причем так было очень много раз, когда я выкладываю видос. Подписчики пытаются найти этот аккаунт, а его уже нет, или никнейм поменяли, чтобы никто не находил и не писал какие-то странные сообщения. Ну это капец. Я могу тебе помочь. Покажи еще что-то. Могу рассказать, какие у нее фотографии видел. Она там без макияжа совсем страшная, но показывать не буду, тут уже мне ее жалко будет. Ты ведь и так мне веришь. Фух, ребят, ладно, давайте уже будем завершать эту шарманку. Потому что у меня просто нет сил дальше это как бы даже комментировать, у меня нет слов. Он просто говорит про то, что я ужасно выгляжу без макияжа, и за пять тысяч, ребят, он мне тупо скинул какие-то поддельные переписки. Он мне прислал сейчас. Есть ее матные сообщения. Это я у нее скринил, как лазил в ее телефоне. И там типа просто сообщение пошел на три буквы. О, господи, ребят, ладно, давайте просто закончим это вот этим вот видосом. Зайка, спасибо тебе большое за такую интересную информацию. Я надеюсь, все эти пять тысяч рублей тебе в дальнейшем пригодятся, чтобы у тебя все в жизни было чудесно. А лучше я тебе советую поскорее поменять никнейм или удалить аккаунт, потому что на тебя сейчас смотрят очень много людей, которые не поведутся больше на подобные уловки. И очень-очень зря ты мне написал вот это все, потому что будет не очень, не очень, дорогой мой. Дальше он написал. Короче, это ваша Карина, еще та злодейкина. Сливай ее всем за пять тысяч рублей. Думаю, все должны знать. В общем, он хочет, чтобы я еще своим друзьям рассказала, да, эту информацию. Кстати, эти слова она писала своему отцу в переписке. Думаю, это ненормально так общаться с родителями. О, господи, боже мой, у меня, ребят, ну просто нет слов. Итак, видосики он уже постепенненько открывает, которые я ему отправила, две штуки со всеми важными словами. Вот он написал. Думаю, это ненормально так общаться с родителями. Я скажу, думаю, очень ненормально вести себя вот так вот и выставлять себя реальным хакером, разводя других людей на деньги. Я считаю, это неправильно. О, ну все, типичная реакция. Стоп, что? О май гад, Карина! Извини, пожалуйста, что я наговаривал на тебя. О, господи, ребят, если вы потом увидите этот аккаунт, просто пишите ему какие-нибудь такие, ну, словечки хорошенькие, потому что, ну, так себя нельзя вести. Можете тоже снимать какие-то проверки, разоблачения, отмечать меня в сторис на него, потому что, ну, это реально капец. Я уверена, сейчас просто аккаунт удалится. Я прошу прощения, этот акка... ну, вот как я и говорила, этот аккаунт будет удален. Надо мной друг прикольнулся вообще, я не хотел создавать его, он заставил. Ужасно. Нельзя так. Деньги я просить обратно не буду, пускай этому человеку деньги пойдут, возможно, на какую-то пользу. Даже читать дальше не буду, никакие сообщения и комментировать я это толком не хочу, потому что не люблю подобных хакеров. Я надеюсь, вам было очень интересно наблюдать за подобной перепиской. Естественно, типичная реакция, как только я появляюсь в диалоге сразу, Кариночка, прости, Кариночка, прости, я удалю аккаунт, не нужно было, знаете, ну, если человек на такое пошел, значит, деньги ему, возможно, были нужны. Ну, или просто ему было скучно. Пускай это сыграет на его совести, так сказать, и эти пять тысяч он просто будет тратить с мыслью о том, что это деньги мои, и что он их заработал нечестным трудом. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до самого конца. С вами была Карина, если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, куда вы можете кидать подобные аккаунты, переписываться со мной, выигрывать айфончики, подарочки, то скорее подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах. Если вы хотите видеть больше переписок у меня в аккаунте, в аккаунте уже это заговорилось от шока, у меня вот тут вот на YouTube-канале в каких-то роликах, чтобы я, возможно, еще чаще с кем-то переписывалась, еще сильнее разводила, точнее, выводила людей на чистую воду, пишите об этом в комментариях. С вами была Карина с бабочкой на пальчике, как вам это кольцо, кстати, мне оно очень нравится, красивое такое. В общем, я вас люблю, спасибо большое за просмотр, с вами была Карина, не ведитесь на таких вот хакеров. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok